С Л штрих делить на Л штрих Б, как это выглядит. Отрезок С Л штрих – это часть отрезка Б Л штрих, согласны? Вот это делим на Л. Нужно доказать, что это то же самое, что АС разделить на АБ. Для этого отрезка АС и АБ желательно расположить, то же, чтобы АС стал частью отрезка АБ. Как это делается? Можно построить отрезок АБ. Отрезок АБ можно построить сюда. Вообще-то это разумная мысль. Это разумная мысль, это действительно один из вариантов решения. Давайте это сделаем. То есть, посмотрите, что мы делаем. Вот сюда проводим, да? Да. Здесь была точка С, здесь ставим некую точку Б штриха. И пишем АБ равно АБ штриха. Так, хорошо. И дальше что делать? Дальше мы можем провести прямую Б штриха Л штриха. Ну да, да. И что? Так, секундочку. Она тоже цена АБ. То есть, у вас возникла конкурирующая идея. Поставить точку С штрих, да? Да. Поставить точку С штрих. И С штрих будет параллельно АС. Таким образом, что АС штрих равно АС. На самом деле, обе эти идеи решают задачу. Пожалуйста. Хотите с точки С штрих, можете с точки С штриха. Только объясните. Что вы сказали про параллельно? Ну, С штрих С, это параллельно АС штрих. А почему? А равноведленный треугольник. Да. И это у нас равна сумме тябургол. Конечно. Это внешний угол равноведренного треугольника. Да, да, да. Две дуги, да. Да, и там тоже. При точке С штрих тоже две дуги. Все отлично. Значит, действительно параллельно, да? Кстати, ПБ штрих тоже будет параллельно. Проверить здесь можно. И то же самое. Тоже равноведренный треугольник. И опять в нем был внешний угол. И двух одинаковых кусочков значит. Так, отлично. Параллельно. И СС штрих, и ВВ штрих параллельно прямой АС штрих. И что? А, тут получается подобный треугольник. ВВ, СС штрих. Нет, нет, нет. Зачем, зачем? Тут получаются действительно подобные треугольники. А, вот они. Какие? А, С штрих, С. А, С штрих, С и А, В, В штрих. Они подобные, но это нам неинтересно. Еще раз. Какое равенство нужно доказывать? Вот. С, Л штрих. Покажите этот ответ. С, Л штрих. Вот этот, да. Разделить. На. Да. На Б, Л штрих. Б, Б, Х. Да, на этот. Нужно доказать, что это то же самое, что, ну, например, по-вашему, АС или то же самое АС штрих разделить на АБ. Смотрите внимательно. А, ну, у нас вот эти два как? Конечно. Пишите. Треугольник Б, А, И штрих подобен Б, С, Штрих, С. Б, С, Штрих, С. И поэтому отношение вот этого отрезка к этому равно отношению этого отрезка. Не надо. Все. Так. Ну, или... А если бы с отрезком Б, Б и штрих делать? А, то Б, Б. Нас бы интересовало отношение вот этих отрезков и отношение вот этих. А здесь все упирается в то, что вот эти прямые, праллельно. То есть, что на самом деле вот этот треугольник подобен вот этому. Понятно? Понятие стало или нет, а вы? Точно вы поняли? Так, отлично. Значит, теперь... Извините, ну, отрезка Ц, Штрих. Ну, давайте их как-нибудь обозначим, напишем систему, и вы ее бодренько решите. Значит, Ц, Штрих, это будет З. Б, Штрих, это у нас будет, например, Т. Так вот, смотрите. Тогда Т минус З. Представляете, что такое Т минус З. Б, Штрих, это вот это, например. С, С, Штрих, это вот это. Б, С. А Б, С это что? Б, С это А. Правильно? И при этом З разделить на Т, смотрите, З разделить на Т, это Б разделить на С. Правильно? Б разделить на С. З это Т, Б делить на С, это правда. З с палочкой, ладно? Молодец. И окончательно, Т равно А, С, В на С минус В. Так, ну что я могу здесь сказать вам? Вообще-то это уже не предостижение. Не, не почему-то. Сюда надо писать. Причем. Сюда надо прямо равно. Значит, А, С разделить на С минус В. А, С разделить на С минус В. Замечательно. А теперь будут всегда брать З. З это очень легко. Смотрите, это надо вот эту штуку умножить на Б и разделить на С. Значит, пишем сюда равно. А, Б разделить на С минус В. Согласны? А, Б разделить на С минус В. Ура. Значит, эту часть работы мы сделали. Спасибо за просмотрение. Значит, эту часть работы мы сделали. А вот теперь нужна вот эта. Господа. Ну, вернее, как. При желании, наверное, формулу-то уже написать можно. Для L' в квадрате это действительно из прямоугольного треугольника, как вы нас учили. Давайте это сделаем. Просто для того, чтобы вы получили формулу и, что называется, чувствовали, что мы не зря работали. Это простая работа. L' в квадрате равно... Значит, чему она была? Надо взять... Смотрите, что... Надо взять вот это, это не в тянух, в квадрате, и вычесть вот это в квадрате. Для этого у нас уже есть. Как найти вот это? У нас для X формула есть? Есть. И для этого формула есть. Значит, вы сейчас должны взять вот это, прибавить вот это, возвести в квадрат и вычесть вот это. Работаем. Так, это все поделители? Угу. Да. Плюс. Да. Скобочек в квадрате. Минус ВС. Ну, здесь все-таки X, Y, лучше уже написать вот так, да? То есть, А квадрат ВС делить на В плюс С в квадрате. А? А? Что мы сняли? X, Y. Вот. X это вот это, Y это вот это. Тогда перемножаете, получаете А квадрат ВС разделить на В плюс С в квадрате. Плюс А квадрат ВС поделить на В плюс С в квадрате. С в квадрате. Так, господа, я даже не хочу это считать. Не потому, что ответ будет плохой, а это как раз вполне себе симпатичный, по-русски, когда вы все это приемножите и так далее. Но, потому что, ну, это такое упражнение, балл не приемлемо-ластность. Понятно, да? Все, спасибо. Садитесь. То есть, ответ мы получили. При желании его даже можно посимпатичнее написать. Но это не то, что нам хочется. Хочется нам с вами доказать такую формулу. Л штрих в квадрате, это есть ВС плюс ЗТ. Ну, в отличие в том, что там будет минус, а здесь будет плюс ЗТ. Ну, и, собственно, на этом все закончится, потому что для ЗТ и для Т у нас есть формула. И получится у нас с вами формула для квадрата длиннее внешни, да? Вот. А здесь можно какую-то картинку рисовать. И как-то вот делать. Да, вот это правильно. Ну, оно похоже на это, правда? Там было ВС минус ИС, а здесь ВС плюс ЗТ. Вот. Наверное, не кажется, что это похоже. Ребята, так, давай. Давайте, давайте я попытаюсь нарисовать красивый чертеж. Надо запомнить на этом красивом чертеже, что у меня было. Значит, у меня отрезок АС был сильно меньше, чем отрезок АБ. Опять все получится в незаконности. У меня не очень получилось, но считается, что точка А4 здесь. У меня в прошлый раз была точка А4, а сейчас будет точка А4. Так, господа, на самом деле, давайте все это обсуждать. Во-первых, почему внешняя бисектриса пройдет через середину дуги ВС? Вообще-то, это известно. Потому что, когда у вас была обычная бисектриса, помните, что она проходила через середину дуги здесь, да? А этот-то угол прямой, это тоже помните? Ну вот. А когда прямой угол, он обязательно набирается на диаметр. Значит, вот эти две точки диаметрально положены. Отлично. Теперь ображаем, что здесь что. Отрезок СЛ' по-моему, это называлось СЭТ. Был бы такой? Да. Был бы вот этот. Проверьте, все посадите. СЛ' это СЭТ или не СЭТ? Да. Это СЭТ. Так, а вот этот длинный назывался ТЭТ. Правильно? Да. Так вот, господа, оказывается СЭТ умножить на ТЭТ – это Л штрих А умножить на Л штрих К штрих. И это тоже важнейшее совершенно свойство окружности. Это теорема аналогична теореме о том, что, помните, у нас там были две пересекающие спорты, да? А здесь у нас просто точка пересечения оказалась вне окружности. Произведение вот этого на этом. Такое же, как произведение этого на этом. Вот давайте сейчас это докажем. Понятно? Понятно, что и мое. И вот. Оказывается, что доказательства столь же… Ой, слушайте, я не хочу это стирать, потому что это… Ну, как вы помните, да, подобные треугольники были? Да. Помните, да? Да. И вот, я слушаю, как же мне тогда быть. Слушайте, давайте я тогда, я тогда, собственно, просто нарисую отдельную картинку. Господа, вот если у нас есть окружность, которую любым образом пересечена вот двумя лучами, выходящими из точки вне окружности, да? Да. Смотрите, что в таком случае обязательно будет. Вы понимаете, что вот возникают два треугольника. Посмотрите, вот это будет точка А, это будет точка Б, это точка С, это точка Д, это некоторые там точки П, да? Их точка течения. Вот поглядите, пожалуйста, на два треугольника. П, А, С. П, А, С. Видите? И П, Д, Б. Вот, честное слово, они подобные. Объясняю почему. Потому что вот этот уголок П у них общий. Видите? А вот эти уголки опираются на дугу А, Д. И они равны по теореме описку уголек. Поняли? А если они подумают, то мы можем смотреть на такие отрезки. Отрезок П, А и отрезок П, С. И здесь отрезок П, Д и отрезок П, Б. Смотрите, П, А относится к П, С. П, А, П, С. Так же, как П, Д и отрезок П, Б. Согласны? Вот. Так замечательно. Если вы возьмете и умножите на П, С и на П, Б в этой части, то получится П, А умножить на П, Б равно П, Д умножить на П, Б. Поняли? А это и есть то, что есть на месте. И теперь у нас опять ситуация такая же, как была здесь. Вот это равенство для любых двух секущих. Когда берешь точку L' вне окружности, потому что любые две секущие, так будет. А вот теперь нам нужно каким-то образом избавиться от этой величины L'H. То есть, смотрите, нас интересует вот этот вот отрезок. Вот этот вот отрезок. Это отрезок L' А вот этот, он примерно вселишний. Так же, как вот здесь, вот отрезок M был лишний. Понятно, да? Вот если мы с вами сейчас найдем какие-то подобные треугольники. Слушайте, а по буквам, что они, какие здесь были подобные треугольники? А, С, К, А, Л, Б. Так? Да. А поедите сюда. А, С, К' и А, Л' Б. Неужели? Не похоже. А давайте посмотрим. А, С, К' – это вот это, да? Пишу. А, С, К' – так. А, С, К' – так. А тут, А, Л' Б. А, Л' Б. А, Л' Б – это вот такой вот огромный треугольник. Ребята, конечно, кажется, что они не похожи. А на самом-то деле они очень даже похожи. Смотрите, вот эти углы равны или нет? Они на А, С. Посмотрите, вы имеете в виду. А вот эти углы равны? Да, на А, С. Они опираются на другую А, С. Они равны. Они молодцы. А теперь дальше, дальше немножко, конечно, хуже. Надо каким-то образом понять, почему угол при вершине А в одном треугольнике, вот такой вот, видите, да? Равен углу при вершине А в другом. А может быть, это все не настолько уж и страшно? На самом-то деле, похоже, что у меня одна типа. Смотрите, внимательно. Да. Вот этот угол у них общий. Да. А вот этот кусочек – это же вот этот. Это вертифальный угол. Да. А этот кусочек – это и есть. Правильно. Вы видели? Это, конечно, в секретаре. Значит, еще раз. Вот этот кусочек, вот этот вот. Который, L'A, C равен вот этому. Просто потому, что вертикальные углы. А этот равен этому, потому что была внешняя виситриз. Так? Значит, они действительно подобны. Молодцы. Если они подобны, то мы теперь можем смотреть у них какие-то интересующие нас длины. Например, нас очень даже интересует длина АК'. И, соответственно, здесь будет длина А, L'. Осталось записать формулой. Смотрим. Что такое АС? АС – это сторона треугольника. То есть, это B''. Что такое АК'. Ну, это что-то. АК' – это, в общем, на самом деле, здесь нам нужно будет понимать. АК' – это B умножить на M'. Понятно? Почему умножить? Разделить. B разделить на АК'. B разделить на M'. Так. А здесь АЛ'. Ну, это просто L'. Разделить на АВ'. АВ – это С. Так. Господа, пора выписывать все известные нам равенства. И внимательно на них смотреть. Не похоже. Сейчас похоже, не похоже. Главное, что это правда. То есть, Z умножить на T. Что такое L'A'? Ну, это вообще-то 30-30, так? Что такое L'K' – это L'A'. Плюс M', так? Так. Это у нас есть равенство. Как нижнее переписывается? B, C – это M' – M', так? Так. А теперь осталось несколько секунд помолчать, и все будет хорошо. L' в квадрате плюс L' M'. Видите? И заменяем L' M' на что? На В, C. L' в квадрате, да? Да. Плюс В, C. Плюс? В, C. В, C. Ух ты! Оказывается, разница там в словах, правильно? Там минус. Помните? Да. Я думал, что обобщением будет формула, что… Оказывается, обобщение такое. Надо Z умножить на T и вычесть B' C. Ну, бывает. Бывает. Нет, помните, формула, разумеется, не обязательно. Но, господа, для внешней бисектрисы выяснилось, что для настоящей бисектрисы форма вот такая. Согласны? И давайте я рядышком напишу. Для внешней мы получили формулу такую. L' в квадрате, это Z умножить на T минус B' C. Картинка про бисектрису. Для внешней бисектрисы это является просто вариантом этой картинки. Реально запоминать надо вот это, значит, когда ели бисектрисом, пожалуйста, последний взгляд на всю эту формулу.